В округе продолжается объединение школ и детских садов в крупные образовательные комплексы. Процесс реорганизации запущен в регионе еще 10 лет назад. За это время в Люберцах объединили 156 образовательных организаций. Какие учреждения реорганизуют в этом году и в чем основные плюсы данного процесса, узнал Богдан Колесников. Мы идем в нашу школу и будем учиться только здесь! Ученики 10-й школы сейчас отдыхают в летнем оздоровительном лагере дневного пребывания. А уже в сентябре отдохнувшие и набравшиеся сил ребята будут учиться в новом образовательном комплексе. Процесс реорганизации в данный момент проходит в полном объеме, но на педагогический состав, на детей ни в коем случае это не повлияет. Все остаются на местах. Будет увеличена материальная база, которая, думаю, благополучно скажется на самом нашем комплексе. Мне как руководителю, как директору предложили руководящую должность, руководитель структурного подразделения. К нам присоединяется большой комплекс, который включает в себя 4 корпуса дошкольного отделения и корпус 10-й школы. У нас будет порядка 2000 ребятишек и плюс еще воспитанники дошкольных отделений. Ученикам это дает дополнительные возможности, потому что мы сможем объединить наши усилия вместе с 10-й школой. Я думаю, что мы будем давать замечательные результаты. Стоит повториться, что создание образовательных комплексов не влечет никаких последствий для детей. Они по-прежнему будут посещать свои школы и детские сады. О преимуществах преобразования говорят и родители. В 2022 году наш детский сад, ручеек номер 19, был присоединен к лингвистической школе. Мы, как родители, изначально переживали по этому поводу, но уже с 1 сентября были видны улучшения в лучшую сторону. У нас появилось наибольшее количество окружков дополнительного образования. Учителя начальных классов посещали детский сад и знакомились с детьми. Благодаря всему этому ребятам было комфортно пойти в первый класс. Они не боялись. Для меня, как и для мамы двоих детей, это очень комфортно и очень удобно. Мой старший ребенок уже закончил первый класс лингвистической школы, а младший ребенок будет будущим первоклассником. А мой ребенок учился в 59-й школе. В прошлом году нас присоединили в 28-й школе. Очень много изменений произошло за это время. Получилось качество образования. Работает сильная команда педагогов. И мы довольны теперь нашей школой. На разных этапах подготовки нормативных документов с педагогами и родителями учеников проводились встречи, на которых проговаривались аспекты слияния образовательных учреждений. На общешкольном собрании в 15-м лицее, который объединяет в один образовательный комплекс 16-й гимназии, вопросы поднимались разные. Эта гимназия занимает четвертое место в рейтинге 100 лучших образовательных учреждений Подмосковья и является флагманской в городском округе Люберцы. Удерживать такие позиции позволяет высокое качество образования. Критерии и нормы оценки обучающихся – один из главных вопросов. Мой ребенок только пошел в первый класс в прошлом году. Мы учимся во втором корпусе этого лицея. У меня такой вопрос. Мы еще не получали оценок. Что с оценками в вашей гимназии? Каких они баллов? Когда открылась гимназия «Интерес», мы сразу начали с 10 баллов. Это совсем несложно. И мы точно так же будем работать с учителями 15-го лицея нынешнего. Значит, вашим детям это понравится. Понравится то, что она очень предсказуема. Понравится, потому что она практически не имеет отрицательных отметок. В отличие, опять-таки, от пяти баллов. Обсудили на встрече и варианты профильных направлений для 10-х классов, обязательное ношение школьной формы, улучшение материально-технической базы и начало занятий с 8 утра. К пожеланиям родителей, представители управления образованием Люберец и директор 16-й гимназии прислушались. На 1 сентября 2024 года у нас стоит задача полностью от дошкольных учреждений как самостоятельных юридических лиц освободиться. Из 14 учреждений создадим 6 образовательных комплексов. Это 44-я гимназия, которая присоединится всем комплексам к 1-й гимназии. 55-я школа присоединится к 56-й. И в 56-й мы еще откроем один новый корпус. 22-я, 23-я школа присоединится к 51-й школе, расположенной в поселке Мирном. 15-й лицей войдет в состав школы-флагмана гимназии номер 16 «Интерес». 21-я школа к 27-й школе присоединится. А 10-я школа, расположенная на поселке Калинино, присоединится к большому комплексу Кадетская школа. Все новое часто настораживает. На осознание нужно время. Опыт прошлых лет показывает – детям и их родителям не стоит волноваться. Объединение школ и садов в крупные образовательные комплексы позволяет обеспечить детям достойные условия и равные возможности для получения качественного образования. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. Телеканал ЛРТ.